Самарские новости спорта В первой четверти самарцы во многом усилиями своего капитана Алексея Зазулина добыли преимущество в 10 очков и довольно долго его удерживали. Перед большим перерывом москвичам удалось сократить разрыв в счете до 4 очков, но таким успехом лидер Волжан остался недоволен. На мажорной ноте закончили, от сезона, конечно, негативные впечатления ставили одни задачи, к сожалению, ни одной не выполнили. Лучше все-таки выиграть, стать пятыми, чем проиграть и совсем занять там восьмое место. Поэтому в любом случае это, как я сказал, лучше уже все-таки, хоть и такие игры, но победить. Вторая половина матча прошла по сценарию Самары. Мечи один за другим оказывались в кольце МБА и ближе к финальной сирене Волжане убежали вперед на 17 очков. Однако концовка встречи осталась за гостями. Тем не менее, табло зафиксировало победный счет. 74-64 и Самара стала первым обладателем Кубка Федерации. Кроме этого, тренерские штабы спортсмена получили бронзовые медали регулярного чемпионата Суперлиги. Такой скромный результат разочаровал главного тренера команды. Я приехал сюда в 88-м году в Куйбышев. Все говорили, что будет своя база, будет дворец спорта. Прошло 29 лет, ничего не изменилось. Поэтому для того, чтобы что-то поменять, нужна своя материальная база. Невозможно сделать в таких условиях что-то высокое. По итогам плей-оффа баскетболисты заняли 5-е место. Подсластил горечь поражения в национальном чемпионате индивидуальный приз. Самым ценным игроком лиги финала 4-х стал капитан Самары Алексей Зазулин. Успешно выступил на первенстве Европы и сам морский раперист. В Минске за медали молодежного турнира по фехтованию сражаются 300 спортсменов из 32 стран Старого Света. Серебро выиграл Кирилл Бородачев. Он успешно преодолел групповой этап, далее обыграл соперников из Украины, Ирландии, Венгрии, Франции и Грузии. В финале соперником 17-летнего Самарца стал 22-летний Александр Шупенич. Чех занимает в рейтинге Международной федерации фехтования 17-ю позицию среди взрослых. Преимущество Шупеничу было очевидным – 15-3. Так закончился бой за европейский титул чемпиона. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.